Ну что-то зашевелилось, и я решил, когда мне Леонид Парфенов позвонил, я решил поддержать. Потому что, ну, ну что-то надо делать. Хотя я очень загружен работой, смею вас уверить, в связи с своей новой программой и так далее, то проще. Сейчас я живу в деревне, там, пытаюсь что-то новое писать. Ну вот, но, тем не менее, коли уж я назвался груздем, да, надо полизать в кузов, время от времени надо участвовать в движухах, да, как говорит молодежь. И, ну, я никого ни за что не агитирую. Я вам честно скажу, что это мое личное такое мнение, личное такое желание быть здесь. Я долго думал об этом, не сразу принял решение. Всегда есть какой-то голос внутренний, который говорит, занимайся музыкой, юная. Ну и всегда, это всегда, и у вас это тоже есть, это внутренний голос, самый мудрый. Ну, честно говоря, в данный момент мы этот голос победили, очередной раз. Ну, это же очень важно. Важно, я не думаю, что что-то будет в следующем году такое, уж манна небесная, да, пойдется, и все просветлеют, и будут такие все мы счастливые, светлые. Это все иллюзии. Эти иллюзии были у нас в 91-м году, эти иллюзии были в разное время, эти иллюзии были в том же 99-м году, когда Путин пришел. Тоже у многих были иллюзии. Ну, иллюзии, они и свойственны человеку. В общем-то, искусство это где-то иллюзии, да. Когда Лев Николаевич Толстой, что он сказал, я перестал писать, у меня закончилось, наверное, я заблуждение. Здесь вот, насколько я видел, сопровождались в основном идеалисты. Идеалисты люди в чем-то наивные, и я в чем-то наивный человек, но искренне жаждущие добра стране людям. Вот честно говоря, вот просто добра стране людям. И чтобы мы не игнорили, чтобы не было вот этого финализма, и чтобы не было вот этой наглой, действительно, такой со спичкой в зубах, такой региональной власти какой-то. В регионах, в некоторых, очень жестко просто. Мы ездили сейчас очень жестко. Там просто губернаторы, цари и боги, да. И не было бы вот именно таких вот, как это слово, крепостных артистов, да, которых очень много сейчас, крепостных режиссеров, театральных, ну, крепостного вообще вот этого. Хозяйство по телевизору скачет и поет, в театрах спектакли и так далее. Ну, чтобы художник был свободный. Мне вот за свой цех очень как-то хочется, чтобы он посветил тоже, чтобы как-то мерить все свое мнение, а не только в обслуживании, да, на корпоративах и так далее, или по телевизору, что одно и то же, обслуживали ведущую идеологию. Это все крепостное. Крепостное у нас во всех до сих пор очень много, даже в носителях культуры очень много крепостного. Вот это вот, я вот этому удивляюсь до сих пор. Ну, надо из себя это изживать, как в Чеховном, это, да. С другой стороны, поговорок хороший. Ну, выдавил, погапливайся аромат, да, и так далее. Ну, вот так вот. Поэтому я здесь, и вам большое спасибо, что вы тоже здесь были, и какие-то вопросы были.